Приветствую вас, ребят. Короче, попытался я с этим Арксом поделать, короче говоря, дело, но он тупит, все время умирает, и поэтому он нам не нужен, ничего у нас не получится. Отправляйся в лагерь в Эйдене. Ладно. Только прикиньте себе прикол, да, мы позвали чувака чужезнает куда, да, типа, позвали его аж хрен знает куда, типа, да, отправляйся в хорд, в этих клирикам, да, а потом так, хоп, короче говоря, иди домой, да. Это интересный такой случай, вообще интересно, чтобы нам в реале бы на такое бы ответил братишка, ну ладно, здесь он не обижается, и это на самом деле хорошо. Я вот что думаю, может быть нам попытаться сахарить этого большого робота и отвезти его туда к клирикам, хрен его знает, может получится, как думаете. Бляха, так, так, ну сахарить получилось, отлично. Нам все самое важное не умереть, короче говоря, да. Ты идешь, да? Да, просто сахарить его к этому городу, поняли, и пускай там с ним клирики разбираются, потому что это реально единственное, с кем нам тяжко, там, да, вот, допустим, с теми же теми маленькими роботами мы справились, да. Нам сейчас чисто пойти их обыскать. Он же спуститься может, правильно? Или не может? Блин, походу не может. Вообще странно, у него же есть джетпак, я думаю, что он спустится. Может он там где-то? А вон, а нет, Аркс, там валится, нет, Аркс, ой, там и робот вроде бы убежит, там, ладно, робота дождаться, да. Ну, главное, чтобы робот пришел, да, 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 да. О, идет, идет. Слушайте, чуваки, давайте, может, даже сохранимся, слушайте. Реально, да, потому что, вот, ну, пока что неплохо получается, на самом-то деле, давайте только в другой слот, отдыха подальше. Потому что мы уже почти в городе, то есть классно будет сейчас его отвезти к вирикам, да, они пускают с ним разбирать. Только какого хрена... Какого хрена я знаю, еще мутанта гонится, я не могу понять, ну, ладно. Почему двое сразу? Мутантов-то ведь мы не ахлили, правильно. Да блин, вот хорошо, кстати, видите, хорошо, что сохранились. А то сейчас вы прикиньте, все это сначала проделывать, а так там сейчас, в принципе, уже до города недалеко. То есть главное просто добежать. Ты идешь, братишка, да? Давай-давай-давай, родной. Уже недалеко. Отлично, да, ну, главное этого робота завалить, а там, в принципе, фигня дело. То есть тех мы уже поубивали, их только пообыскивать. А там в городе с ним точно справился. Там клиники серьезные собрались. О, вот тут же у нас робот есть, кстати, может робот против робота будет. А ну-ка, давайте попробуем хотя бы. О, работает. О, отлично, все, чуваки. Хабло, чтобы он не убил этого чувака, изгоя. О, все. Все, ништяк. Все, один из чипов мы взяли, еще и энерговичей подсобирали, не кисло, да? То есть вообще отлично, у нас теперь еще патронов. Более-менее к нашей этой есть. Так, давайте пожрем жареного мяса. Ну что, нам тогда все, чуваки, догмыгений. Видите, опять-таки, это фишка готики, да? Выманиваешь противника на более сильных противников, да и все. И все, дело сделано. Не понадобился нам даже аркс. Как видите, нам сейчас осталось пойти чисто пообыскивать этих придурков, да и все. Все, зашибись. Так, как мы там топали, только бы вспомнить. Да. Фух, ну повезло, что там робот был еще поблизости, да, и никто не пострадал, в принципе. Да, ну вот видите, вот эти вот дроны, в принципе, с дронами воевать вообще очень легко. Вот эти вот, конечно, здоровенные роботы, вот эти вот колоссы, да, это реально, блин, действительно машина для уничтожения, вообще непонятно, как с ними воевать. Уронят просто безумно, просто то, что наносят моментальный, еще и параллельно периодический урон, да. При этом у них защита от всего, походу, нехилая такая, то есть вообще жуть. Так, главное, чтобы те роботы там сейчас все на местах были, и можно было их всех обыскать спокойно. Это, наверное, важнее всего. Да, роботы на местах, все, зашибись, чуваки. Сломанный дрон уничтожено. Так, механик, разводной ключ. Механик. О, у него, кстати, энергоячейки были, Алексит. Так, еще один чип. Три из пяти, да. Четыре из пяти. О, у него тоже энергоячейки были. Все, пять из пяти, тоже энергоячейки были. Все, отлично, еще и патронов, чуваки, дофигища. Сто семнадцать, прикиньте. Семьсот опыта, нифига себе, получили, прикиньте. Блин, я столько раз сказал слово «прикиньте», да? Извиняюсь за повторение, за масло масляное. Так, что у нас тут? Механический шлам, металлический. И сундучок какой-то простой, отлично. Блин, классно, еще и семьсот опыта срубили, вообще, нарадоваться не могу. А я уж боялся, что это для нас будет просто нереальный какой-то квест. Так, ну, сундук достаточно простой. Так, бутылка с водой. И двадцать три элексита, хорошо. Тут тоже, я так понимаю, мы особо не побродим, потому что там дальше эти мутанты, химеры. Ну, может, хоть частично исследуем тогда, маленько побегаем, сколько сможем. Да, телепорт главное активировать, потому что, я думаю, телепорт нам сюда точно пригодится, хотя бы еще разок какой-нибудь. И плюс то, что там ачивку можно какую-то получить, когда все эти телепорты активируешь, правильно? Так что, о, кстати, целебное зелье, закачаешься. Так что, очень важно не забыть активировать телепорт. Там еще целебное зелье, кстати говоря, в машине. Зашибись. Пускай даже и малое, все равно хорошо. Ой, элекс еще и нашли сырой. Да, погнали, сейчас активируем телепорт. Блин, там только мутант этот гребаный. Так, телепорт ангар активируем. Кстати, этот мутант какой-то неагрессивный, мы так рядом с ним были, а он на нас вообще не согрелся. Вообще, на нас внимание не брать его, честно говоря, мне даже немножко непривычно. Обычно они с полуоборота тебя атаковать начинают. Да, здесь же он, смотрите, чуваку насрать абсолютно. Ну и отличненько. Нам же лучше, правильно? Бутылка с водой. Странно, он там, по идее, должен был бы пролезть, ну ладно. Да, есть такие мелкие косяки, допустим, даже когда передвигаешься, и он там, допустим, где-то не может пролезть, хотя визуально видно, что он там спокойно должен пролазить. А, туда мы тоже не пойдем, там, да, там эти слизни черви, или как они-то называются, то есть, короче говоря. Ну да, больше здесь мы, короче, не день полазим. Там дальше все крутые ребята уже находятся. Как мягкую туалетную бумагу спрятали, да? Попробуй найди. Бутылочи, никакую туалетную бумагу не упрячешь. Может, давайте еще на ту вышку заберемся, как думаете? Может, там что есть? Вот эти вот норы еще прикольно у них сделаны, да? То есть, так визуально, особенно когда вот так вот бегаешь, то эти норы вообще незаметно, согласитесь. Падал, а там он сундук вдалеке, но его мутант охраняет. Еще не хочется залезть, придурок. Ладно, уматываем отсюда, но его в баню. На меня там какой-то куройка согрелся. Да, и когда вот так вот просто бегаешь, да, особо под ноги не смотришь, то их легко как бы не заметить. Особенно если где-то от кого-то противника убегаешь в панике, то там вообще очень сложно. А в итоге, конечно, они так из ямы неожиданно вылазят, и это реально капец получается. Так, все, ладно, смылись, исследовали, насколько смогли. Самое важное, да, то, что мы расправились с этим роботом, я прям вижу это. Для меня это, конечно, такая радость прям. Вообще, я прям сверкаю сейчас весь. Так, это как этот квест назывался? Причины нет, 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 нет. Новая и старая. А, он нас и так выделен, так что отлично, погнали. Так, это нам, наверное, наверное, лучше в собор протонуться, да. Кстати, можно было бы еще в этих клириков поискать патроны для этой пушки нашего. Но я вообще как-то не хочу сейчас, честно говоря, даже особо их покупать. В натуре давайте лучше подэкономим наши деньги, потому что... Потому что, да, мне говорили, надо будет где-то около 10 косарей, на этот новый доспех. И плюс еще всякие навыки нам изучать, поэтому, да. Да, но эти роботы, я, конечно, так и думал, что они, конечно, будут крутые. Они и визуально выглядят очень классно, но, блин, они еще круче, чем я думал, скажем так. Вот эти вот дроны, дроны, фигня. То есть даже толпу завалить, в принципе, не проблема, как видим. А вот, конечно, роботы, это офигеть. Ну что, тетка, танцуй. Ой, а что это такое? А, это верстак, да, походу? Да, верстачочек. Я понял. Так, тетка, тетка. Послушай, чипы и искусственного интеллекта боевых роботов у меня. Ты опоздал, и наши люди заплатили за это жизнь. Что ж, посмотрим, получится ли спасти несколько жизней. Спасибо за чипы. Ладно, хватит болтать, нужно проверить их и узнать, как не допустить чего похуже. Пожалуйста, дай мне чипы. 800 опыта. Мне только непонятно, то есть, она сказала, ты опоздал. То есть, если мы бы этот квест прошли бы мгновенно, то есть, в тот же день, то другой был бы прикол, или это все-таки, типа, как заскриптованная хрень, то есть, она всегда это говорит. Что-то я не видел, чтобы за этими чипами очередь выстроилась. Да, ладно, ты прав. Извини, спасибо за помощь. Ладно, я лучше узнаю, из-за чего произошел сбой. Да, чисто говоря, в плане осколков не шибко она нам помогла. 100 осколков дала, да? Так, она пока что работает над этой хренью. Давайте посмотрим, может быть, мы себе сможем хотя бы малое эликсовое питье сделать. Просто нам бы даже малое бы сделать и чисто ловкость поднять, чтобы мы могли пользоваться плазменной винтовкой. Алхимия. Вот, малое, да, мы можем, походу, а, хотя, а, да, можем, можем сделать, да, самогон сырой эликс. А, так мы даже 7 штук сделали. А зачем я 7 штук сделал, блин? Вот я придурок. Просто малое эликсовое нож дает только этот, да. А я хоть сохранился, когда уже с ней побазарил? Малое эликсовое дает же опыт только, да. Да, мы, к счастью, ребятки, сохранились. А, то есть, давайте сейчас малое эликсовое питье сделаем две штуки. Ой. А, да, давайте даже одну, может. Эликсовое, давайте две, да. Так. Эликсовое питье теперь. Так. Оно нам, значит, повышает очки характеристик на два, да. А чтобы сделать, допустим, большое и крепкое эликсовое питье, что нам нужно? Обычное эликсовое питье, две штуки. Давайте вот что сделаем. Давайте обычное эликсовое питье сделаем. А, так а мы как раз... И нам же, наверное, нужен еще сырой эликс. А у нас как раз сырого эликса, короче говоря, больше нету, да? Ну да, я понял. Ну ладно, хрен с ним. Как только появится, то сразу себе сделаем тогда. Вот, сейчас тогда пьем обычное эликсовое пойло. Вот очки характеристик плюс два. Кстати, сколько у нас это холодность? Все так же нейтрально. Так нам надо ловкость. Да, вот, 41, отлично. Применить. Все, ловкость мы вкачали. И теперь мы можем пользоваться плазменной винтовкой. Это очень классно. Я вот только что не могу понять. Что нам дальше делать? Ну, наверное, в натуре паломничеством заниматься. Потому что, честно говоря, я больше даже не вижу никаких вариантов. То есть, бродячие химеры, это все-таки, наверное, стремновато. Мутанты тут тоже, наверное, стремновато. Это тоже стремновато. Одолжение, это как бы хрень, да? Ну, трянь паломничество, это, наверное, самый сейчас для нас оптимальный вариант. То есть, одно здесь, да? О, одно где-то рядышком, смотрите, территории компании Вулкан или что там. Одно здесь. Давайте вот сюда, туда, к Ангару. Кстати говоря, там где-то рядышком должен быть как раз этот прикол. И заодно посмотрим на нашу плазменную винтовку сейчас по приколу чисто, да? Что оно такое? Ну, плазменная мощнее, насколько я понял. Но к ней патроны раздобыть сложнее. Давайте-ка, давайте-ка посмотрим. Вот, плазменная. Я вот только не знаю, блин, на что ее поставить, на какую цифру. Давайте на девятку жареное мясо перестанем дожрать, короче говоря. Вот это она, да? 64 патрона у нас всего. Тоже три режима стрельбы. Только, ребята, они что-то писали, что не очень внешний вид, типа, у нее. Но, честно говоря, как по мне, внешний вид как раз-таки у нее вполне даже приличный, да? Непонятно, что-то, что они писали про внешний вид. Такой же, как у вайзерной. То есть, ни хуже, ни лучше, да? Ну вот, давайте испробуем, возможно, на этой гребаной химере. И давайте сначала вообще так. Так, это, типа, одиночный режим огня. Это, типа, очень мощный, а это... Ага, а это какая-то хрень. Мне вот этот понравился, мощный, который... А ну-ка. Панцирная саранча, слушай, хочу на тебе попробовать. Кстати, неплохое оружие, оно еще и сбивает, видите? Да. Просто что-то панцирная саранча, конечно, очень крутой чувачок. Давайте попробуем еще другим режимом, вот этим вот. А это хрень, видите? Ну да, ладно, давайте загружаться. То есть, да, прикольно, вот эта вот мощная, которая, особенно у нее атака, мне очень нравится. То есть, она еще, типа, как сбивает с ног, так немного, это очень удобно. Так я же нажимаю 8, чего не достает щит, ну, придурок. Так, значит, где-то наш ближайший этот, который мы собирались. Вот, где-то вот тут вот. Погнали сейчас, короче говоря, к этому паломническому месту. Что ж, отлично, мы теперь еще и плазменной винтовкой можем пользоваться, закачающейся. Причем плазменная, конечно, намного лучше, чем лазерная. Да, просто что патроны, да, я именно плазменных зарядов я редко нахожу. То есть, к лазерной, еще вот эти энергоячейки более-менее еще находим. Да и то тоже, видите, не сказать, что там как-то достаточно часто. А, вон, я вижу его, да. Главное, что там, конечно, противников никаких не было. А там, походу, противники есть. А, он там куройки. Ну, их там бляха, их там реально дохера. Блин, проблема. У нас, Хьюстон, у нас проблемы, да? Да, их там реально дохера. Их там четверо, по-моему, бляха, пятеро, вообще, охереть. Че делать? Давайте начнем вот как мы, наверное, бросим гранату. Ага. Потом марафонский бег. Еще, куройки, вы загорите или нет? А, так это даже не, видите, это даже вопельники какие-то. Это даже не куройки, в том-то и проблема. А че они не загораются? Смотрите, куройки, вовно не горят, да? Хотя тоже стоят у этой хрени. Блин, патроны, жалко на них тратить. Пироманьяк. Тай, как видим, честно говоря, что-то их эта винтовка нести на Тайкос. Так, братан. Калит. Помолиться. Вы чувствуете себя хорошо. Второй храм. Все, отлично, чуваки, мы прошли это задание. Теперь надо умотать просто отсюда, да. Мы еще и даже Акалита смогли обыскать. Кстати, нас огонь не сильно Тайкос, кстати, я не знаю, то ли у меня такая защита от огня неплохая, то ли что. Но вы видели, да, мы так возле этого вулкана побегали, и как-то не шибко-то нас и бляха, там еще эти чуваки сердите. Не шибко-то нас и покоцало, да? Че, не до сих пор, что ли, за мной гонятся, идиоты, а? Какого хрен вам надо? Все, что у меня уже никак не доходите, ребятки. Смиритесь с этим, да? Я помолился, и вы мне за это ничего не сделаете, что называется. Да. Какие приставучие куруки, вон они. Заходите, они на мосту стоят, палят за мной, типа, мы следим за тобой, да, типа, придурок. Еще раз приди на наше паломническое место, да? А можно портироваться сейчас или из-за этих придурков нельзя? Ну, видите, да, нельзя, блин, из-за этих дебилов портироваться, из-за того, что я в режиме боя нахожусь. Идиоты, какого хрена вам надо? Отстаньте от меня уже. Ну, что, до сих пор, что ли, вы что, прикалываетесь, чуваки, реально, это уже даже не смешно. Уже хрен знает, где от них нахожусь, они все равно меня уронят, да? Ну, типа, атакуют, вернее. Блин, жесть. Пляха. Там вдалеке такой чел ходит. Да, блин, монстров здесь реально очень большое обилие, и что еще больше нравится, то, что монстры реально стрёмные, блин. Так, территория компании Вулкан. Это мы здесь даже были, оказывается? Я просто, честно, я такого что-то вспомните, не могу, чтобы там где-то лазили. А оказывается, что лазили. А, это там где эти чуваки, я понял, понял. Понял, дурак бы не понял, а я понял. Сколько надо следующего уровня вообще там? Блин, достаточно много еще. Да, тут без зелекситовых зелий на тяжелом уровне, честно, качаться сложно, реально, потому что с каждым днем, что называется, уровень поднимаются эти... Блин, а тут тоже, видите, тут тоже печалька. Тут целая куча бандитов. Ай-яй-яй. Это ж да, это тут ни один, ни два бандита, их тут реально толпе. Это разве что, если опять-таки получится их как-то по одному повыманивать, но я в этом что-то сомневаюсь. Давайте хоть попробуем. Допустим. О, получилось, пацаны, отлично. Давай, братан, иди, иди, иди. Тоже такой, блин, неприятный противник. У него тоже эта фишка работает, что когда он уронит, я не блокирую, да? Ну все, тебе хана, братан. Да. Один разбойник готов. Так, это надо мало изделия попить нам сейчас. Так, согреть еще одного. Блин, тут я продолжу, не знаю. Тут уже, наверное, у нас даже не получится по одному дальше их агрить, потому что там они уже так близко друг к другу. Это просто так вдалеке стоял от остальных, типа, да? А эти уже так близко друг к другу, поэтому я даже хрен его знаю. Хотя нет, ты смотри, получается. Тошнало такое. А потом там уже околит стоит, и мы просто ду-ду-гу поможем. То есть, спасение можно будет расправляться с его помощью. А это уже будет попроще. Кстати, этот чел покруче. Прошло, братишки. Он вообще какой-то нереальный, честно говоря. Зацените, я уже сколько раз долбанул, я ему хп вообще почти не снялся. Что за хрень? Что за бред, реально? Зацените, у него хп не сносится. Это же не то, что я его там слабо коцую. Я его вообще не коцую. Зацените. Что за бред, реально, блядь? Что это за хрень? Это бах какой-то, короче. Давайте, блядь, надо от него смыться, а потом, короче говоря, да, это потому что это реально. Но это по-любому какой-то бах. Другого объяснения тому и нет. Я же его долбаю, у него вообще нет, ну а хп не сносится. То есть, что это за бред? Блядь, тоже забагованная игра, да, на самом деле. Вот вроде бы еще и в лицу хуж играешь, да, стимулскую версию, и в итоге вот такая вот хрень. Ну не знаю, для меня это не серьезно, честно говоря. Все-таки вы, блядь, берете деньги за игру, да, и как так, извините меня, ребята, да. Это же не то, что там бах, допустим, то, что там где-то в каком-то моменте игра разок вылетела, там, да, или где-то кто-то сквозь стену проходит, это еще такое. А тут, извините меня, серьезный бах, я же влюблю тут ни хрена себе. Чувака ничто не уронит, да, ни пукалка, ни это, ему вообще насрать, при этом у него же даже нету знака черепка. У меня мана уже кончилась. Это что за херня, у него опять ничего не сносится. Короче, я сейчас в игру перезайду, давайте попробуем так. Чуваки, я встретил реально жесткий бах в игре. Это чувак, которому не наносится вообще урон, то есть это же не то, что там, допустим, мало урона, да. Вы вспомните, я когда, допустим, со своей пушки стрелял даже по роботу, даже роботу я наносил какой-то там урон, пускай не сильно большой, то есть у него полоска отнималась. Этому чуваку я из пушки по нему стрелял, я еще только с ним не делал, ему на все насрать. То есть у него полоска здоровья, как есть там на каком-то определенном уровне, так она у него там и висит, то есть получается он реально бессмертный. То ли там должен сработать скрипт, чтобы с ним драться, возможно, да, то, что он нападает на этого Акалита. Возможно, в этом дело. Ну, если не в этом дело, то это реально очень жесткий бах. То есть мне тогда придется его тоже примораживать и молиться на ходу, да, вот как-то так пытаться. Да, но бандитов там, конечно, до хера. Нам тогда даже, знаете, в натуре, что сейчас надо сделать, надо, короче говоря, обойти. Ага. Вот так вот как-то. Ага. Вот. Как-то вот так вот. И, короче говоря, сейчас туда попытаемся еще кого-то согреть. Допустим, вот этого придурка. Окей. Давайте садимся. Ну вот, видите, этот кот садится, да? Пускай он там тоже какой-то крутой. Какого хрена он добрый арбалет достал? Да, он тоже крутой. С ним легко драться. Ну, блядь, с ним хоть можно драться, потому что тот чувак, это вообще был какой-то прикол. У него вообще хэпо не отнимают. Сижу. Наверное, скорее всего, мне кажется, что это, наверное, связано с тем, что в натуре не сработал скрипт, что мы делились, заступаемся за Калита. Наверное, надо подойти, сработает этот скрипт, тогда, наверное, с ним можно будет драться. Он, наверное, типа их предводитель или что-то вроде того, да? Наверное, все дело в этом. Во всяком случае хочется в это верить, потому что если это не так, то это полная печалька. Это я же, то придется его тоже примораживать и как-то вот таким вот макаром. Так, что ж, хорошо, еще одного сагрили. В принципе, нам бы даже еще одного сагрить, и можно было бы дальше уже драться, ну, по-обычному, подойти, типа, и заступиться, да? Потому что, потому что тогда их останется всего лишь двое этих бандитов. Ну да. А этот вообще, смотрите, я по нему стреляю, а пулями его проходят. Гениально. Может быть, того можно согреть? О, наконец-то. А, блин, падал он тоже. О. Давай, братан. Да нет, и мне пушку не доставай, я не бил. Ага. Кстати, прикольно, за него братишки даже не заступаются, да? Это забавный такой момент. То есть, ему вообще насрать, то, что он там дерется. Ржачное, это, конечно, со стороны выглядит. Да, вот именно таких вот игровых косяков в Алексе полно, да? То есть, мы даже не так уж много наиграли, это видно самом деле, да? Сколько мы там в общей сложности наиграли. И, тем не менее, сколько мы уже бахов видели в этой игре, да? Или просто вот этих вот забавных моментов. Тоже достаточно сыроватая и она вышла, недоделанной толком, да? Ну, в целом, играбельнее, да. Ну, и, в общем, впечатление, в принципе, от игры, оно не сильно портит. Обидно, конечно, да? Но, в целом, в принципе, грубо говоря, играть можно, правильно, ребят? Так, ну что, два дебила осталось, один из которых неубиваемый. Ну, что ж, что ж, что ж. Давайте, наверное, лучше даже выпьем эту ментальную энергию, да, и долбанем его нашей этой хренью. Так, у него только ближний бой, это хорошо. Ну, все, отлично. А потом с тем уже будем драться вместе с Акалитом и, возможно, сработает скрипт и можно будет ему уже урон наносить, потому что это совсем печально, я так говорю. С чуваком получается драться толком нереально, да? Задолбить они с этими своими контратаками? Они этими контратаками реально нехило оклипают. Опять сейчас все зелья, блин, на трачу, которые накупил. Яbankarkenко Convention Продолжение следует... Скрипта Продолжение следует... ... Все, почти готов. Так, вот так стоит, как будто кончает, честно говоря, да, пей еще одну, братан, напичкаем тебе сейчас с зельями, блин, зелья вообще понты осталось, ну ладно, зато и бандит остался один, и это очень хорошо, жалко у них при себе сыровая алекса нету, да, мы бы себе сбацали потом бы зелиться, так, что тут? Разбойники странные, появились, словно из-под земли, осторожнее, они еще там, давай все, что ты прячешь, я ничего не прячу, ты уже забрал все, что у меня было, ну что ж, сам виноват, о, о, да, да, видите, скрипт просто должен был сработать, вот теперь у него хп сносится, ну да, видите, теперь я ему урона нашу, то есть то, что я и думал, это все-таки скрипт был, да, просто банальный скрипт, консервы, спасибо, спасибо, если бы не ты, мне конец, слава Калана, что он привел тебя ко мне, защити тебя, Калан, незнакомец, Так, помолиться, все, третий храм, вот тут вяльное мясо есть, пачка денег старого мира, о, малоцелебное зелье, кстати говоря, все, нам осталось только один храм, короче говоря, затащить, да, и все, и паломничество мы тоже пройдем до следующего уровня, в сторону нам до хрена, а следующий храм у нас, где? А вот следующего у нас, видите, даже телепорта рядышком нету, ближайший это кратер, ну да, ближе у нас телепорта нету, ну давайте тогда в кратер, да, печальник, блин, будем надеяться, что тот хотя бы, да, что хотя бы тот алтарь будет более-менее такой не сильно сложный, да, потому что эти, которые мы находили пока что, они все-таки, видите, с проблемами, что называется, были, там бандиты, там куруики, причем, что там, что там в очень больших количествах, и из-за этого, по сути, и были проблемы, да, видите, досколько заскриптованная игра, то есть пока скрипт не сработает, ты не можешь драться с бандитом, у него хп не отнимается, то есть, ну блин, я, конечно, все понимаю, но все-таки в 2017 году выпускать до стольки заскриптованную игру, ну согласитесь, это, конечно, не очень круто, скажем так. Ну, закроем на это глаза, по крайней мере, попытаемся, да. Да, тут, видите, тут кругом мутанты, честно говоря, я так понимаю, что этот последний, короче говоря, алтарь, наверное, будет даже самый такой сложный, потому что мы толком не успели еще походить по территориям, а уже сколько тут противников встретили. Причем таких крутых, да, тут слабеньких никого нету. Я, кстати, этого и боюсь, честно говоря, очень сильно, то, что возле того алтаря будут какие-то суперкрутые мутанты, знаете, там, какие-нибудь, да, с которыми мы хрен-хрен справимся, да, типа как те роботы, и ведь их уже ни на кого не сагришь, я так думаю. То есть, ладно, там бандиты, ладно, там куруики, там что-то еще придумать можно, а вот если будут какие-то, ну, супер-пупер-крутые чуваки, что же я буду делать? Выручить ли меня еще раз хаотическая сноровка, да? В эти здания я даже заходить не буду, потому что я уверен, что мы все равно их толком исследовать не сможем. Ну да. Ну да, если тут просто по дороге я жил. А вон, кстати, мы уже нашли, чуваки. Все, так он ближе, чем я думал, я что-то так по карте смотрел, там вроде так далеко, ну, а мы уже его и нашли. Блядь, он у нас кто-то сагрился. Кто? А, нет, не сагрился. Все, давайте быстро молимся, чуваки, и валим отсюда. Все, четвертый храм. Так это все храмы, что были, да, я так понял, что нам были нужны. Или нет? Ну да, они уже отправляют нас к Бальдру. Я понял. Так это если я сейчас пройду, это паломничество получается, я стану этим, что ли, легатом, да? Или как? Или как, или че? У меня уже забыл, что у меня игра повисла. Просто это самое, да, у меня 10 тысяч сейчас не будет на доспех себе. У меня сейчас всего 3-400 там. Ну, есть, конечно, что продавать, но не сказать, что сильно много, да, чего у меня есть на продажу. Будем откровенными. Да и даже если попродавать, то есть, даже тогда, наверное, не факт, что... Даже тогда, наверное, не факт, да, что у нас, короче говоря, получится 10 косарей набить. Блин, а все из-за того, что тратились на эти зелья, гребаные. Ну, хотя ладно, в принципе, можно стать легатом, а сноровку уже, докупить себе снаряжение уже потом, да, то есть, оно ж не горит, в принципе. Я вернулся из паломничества. Ты прошел 4 испытания и продемонстрировал свое усердие во всех 4 храмах, да. Тогда Каван принимает тебя. Опыт плюс 1000, нифига себе. А, и то, видите, паломничество Акалита, то есть, мы просто прошли квест, получили 1000 опыта, да, а он нас еще ничего не сделал. То есть, это, наверное, надо пройти к этому чуваку, да. Она взяла этот секрет к храму. Внимание раньше. Давайте просто проверим. Я выполнил задание Марты. Я знаю, Марта говорит, что никаких проблем не возникло. Что ж, надеюсь, не забудешь этот урок. Все клирики должны быть частью сообщества. Каждый индивид служит Кавану, а через него Магалану. Я вернулся из паломничества. Значит, ты почтил Кавана. Все Акалиты должны продемонстрировать свое решение, поэтому очень хорошо, что ты решил получше узнать его землю, Игинадон. Ты выполнил все задания. Мы ведем войну, нам нужен каждый верующий. Для тебя это значит шанс получить повышение, но только за небольшое пожертвование, ибо Каван награждает лишь тех, кто хотел жертвовать. Я хочу стать Легатом. Ты доказал, что готов получить это звание во имя Кавана. Ты готов сделать пожертвование, которое требует Каван? Да, готов, тысяча осколков. Уровень подняли. Каван благодарит тебя. Но даже Легата есть обязательство перед Каваном. Теперь, когда ты овладел силой внушения, ты должен покинуть Хорд и привлечь в наше сообщество новых верующих. Ты будешь выявлять потенциальных кандидатов и приводить их сюда для инициации. Сходи к Хагену и Бальдру. Они расскажут тебе, как ты можешь послужить Кавану. Но сначала навести нашего броника, пусть он выдаст тебе все необходимое снаряжение. Твое новое звание даст тебе множество преимуществ, и теперь мы можем закупать все необходимое местных торговцев. Легат и свободен. Сионический усилитель он нам дал, кстати говоря. Да, и мы уровень подняли, братки. Давайте, наверное, интеллект сейчас скачать. Да, сейчас, наверное, для нас важнее всего это именно интеллект. Хорошо. Шестнадцатый уровень, ништяк. Так, что он нам дал? Псионический усилитель. Черная дыра. Ага, это оно и есть, да? Псионика, да? Расход энергии 5. Давайте его теперь по трешку поставим. Тоже у него три режима. Ага. Ну, вот мне говорили, что это черная дыра, типа охранительная тема. Мне ее советовали, типа там можно вообще всех выносить этой черной дырой. Давайте-ка проверим, знаете что? Черная дыра это значок вот этот вот. Да, вот этот вот он. Давайте проверим на Карли. А, ну да, согласен. Да, согласен, черная дыра нормальная тема. Да, реально, причем это, наверное, всех противников в этом радиусе охватывает, всех глушит, как бы, да, очень-очень здорово в этом плане. То есть в этом, и еще и при этом на урон достаточно неплохой наносит. То есть нам псионику, да, давайте качать, чуваки, псионику. На самом деле, оказывается, это нормальная тема. Так. Учитель клириков, учитель выживания, учитель харизмы, учитель боевых искусств. Хаген. Я просто хотел бы, да, еще к какому-нибудь учителю бы сходить и обучиться вот этому вот навыку... У клириков, которые, типа, стрельбу, помните? Да-да-да, стрельбу вот эту вот мутит, то, что ты, типа, делаешь эту хрень, у тебя стрельба повышается на хрен знает сколько. Вот это вот я хотел бы сейчас бы это выучить. Очень классный навык. А, это Дитрих. Нам нужен Хаген. Ты Хаген, да? Да. Так, вот, научи меня чему-нибудь. А, у него нет этого прикола. Ага, значит, я понял, тогда, наверное, даже не он нужен, а нужен нам Бальдер, наверное, чуваки. Да, нам тогда нужен Бальдер, точно. То, что вон, типа, учитель клириков, да, вот она навыку оттуда. Наверное, он нас этому обучит. Блин, да, видите, он сказал то, что докупи себе все необходимое оборудование. То есть, слышишь, дай тысячу за то, чтобы стать этим легатом, да, и еще и 10 тысяч на самообмундирование. Блин, а у нас сейчас с деньгами, конечно, печалька. Ну, в принципе, если продать все наши охотничьи трофеи, именно все, да, и там некоторый такой хлам, я думаю, что может быть даже с горем пополам и что-нибудь и придумаем. Ну, это уже в следующем выпуске. В этом я хочу чисто сейчас сходить еще к Бальдеру, да. Именно поэтому я и здесь. Хорошо, твоя задача искать новых кандидатов для нашего ордена, другие последуют твоему примеру. Я сделаю все, что прикажет Каван. Твоя преданность скрасит тебя. Возможно, тебе придется проникать глубоко во вражескую территорию, чтобы найти там подходящих кандидатов, поэтому не забудь взять достаточно припасов. И еще совет. Нет, когда окажешься там, избегая густонаселенных районов, там будет безопаснее, особенно если учесть, что населению некоторых городов здорово промыли мозги. Некоторых кандидатов можно убедить, с другими же придется применить силу. Я знаю, это может показаться неправильным, но не забывай, что ты их спасаешь. Когда ты убедишь кого-то перейти на нашу сторону, то он в сопровождение Скорта отправится в Каван, ну, в этот прикол, да. Ай. Вот. Способность прирождена. А, нам интеллекта не хватает. Блин. Очищение. Открывает способность очищения. Снимает все состояния. Расход энергии. Я понял. Технофил. Чутью на технологии. Ага. Один в поле воин. Создание технологичного оружия. Аккумулятор. Каждый уровень энергии максимум. О, давайте вот это, кстати, я вкачаю. О, или псионику. Давайте псионику даже вкачаем. В натуре пси способности действуют дольше и наносят больший урон. С каждым уровнем бонус увеличивается. Давайте вот это вот вкачаем. Или давайте в нашу натуре аккумулятор, наверное, все-таки сначала, да, согласен. Да, потому что ментальная энергия, она как бы тоже очень нужна, потому что, да, очень нужна она ментальная энергия, прямо скажем. Вот, огромный запас ментальной энергии. Вот, запас ментальной энергии ставим на четверку, да, чтобы пополнять, потому что у нас ментальная энергия реально очень маленький запас, и мы особо не постреляем. А потом уже будем прокачивать эти пси в способности. Давайте еще спросим, кого я должен завербовать. Сразу же с Бальдером уже диалог этот закончим. Нам нужны самые лучшие, но мы готовы довольствоваться желающими и доступными. Я отобрал троих из числа тех людей, которых выявили наши дроны, Коннор, Райдер и Галар. Первые двое должны быть в Тауаре, а третьи в Эдоне. Я перекинул их вернята на твой Адьютор. Все. Взяли миссию завербовать чувачков. Хорошо. Нет, это черная дыра в натуре классная тема, чуваки, мне очень понравилось. Я же, если еще прокачать пси способность, это вообще будет охренительная вещь, зацените, да? Зацените, как это весело. Вообще жесть, да? Ладно, да, на этом мы, пожалуй, ребятки, заканчиваем. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.